Я хотела бы коротко вам рассказать, или точнее сказать, портажать регион Сайма, какой он на самом деле есть. У нас в Финляндии такая пословица, одно слово расскажет больше, чем... Одна фотография расскажет больше, чем тысячи слов, и поэтому у меня сегодня здесь некоторые очень красивые салайки, и вы можете уже представить, какой у нас регион Сайма на самом деле есть. То есть, начинаем с пейжажи. Известный журнал «Вольскрит» выпускал два года назад список от самых красивейших озерных краев мира. Из Сайма было получено среди пяти самых красивейших озерных краев для них. Здесь карта о расположении, как сегодня мы уже слышали, что мы находимся очень близко с Санкт-Петербургом. Нам очень легко и быстро добраться. Всего лишь пять часов из Санкт-Петербурга до озерного края Сайма. Расположение Сайма – это очень интересное для туристов со всего мира, потому что мы находимся между Востоком и Западом. Поэтому это дает особый такой привкус в посещение региона Сайма. У нас некоторые очень известные достопримечательности, и здесь вы увидите один из них. Это самая большая деревянная церковь в мире, которая находится в Керимаке, 20 километров от Саволины. У нас осталось некоторые наскальные рисунки, возраст которых около пяти тысяч лет. И, конечно, самопитность Сайма – это наша мерка. Их осталось всего триста штук. И восемьдесят процентов от них живут недолго от корня, от заболевания. То есть это реально их видят. Зимой у нас настоящая зима. В этом году в Янмаре у нас было градуси даже 30 градусов. И лёд очень крепкий. Можно кататься на машине по льду. И вот здесь уже летняя картина. Можно заниматься как на каноне, на лодках, на круизах. И, конечно, очень многие жители города любят ходить по лесу. И заодно можно запилать ягоды теперь, потом готовить или просто есть свежие ягоды. Вода в Сайме такая чистая, что можно пить из озера. Это уникальность озерного края Сайма. И эта фотография и устроили такой спокойный. Как можно посетить Ваши шацабинья? Просто отдохнуть. Наперед, можно вас займать очень многие кадеджи. Можно удобно жить и в кадеджах. Как вы видите в кадине. Или готовить по традиционным рецептам. По акнеон. И местные блюда, местная кухня очень вкусная и имеет влияние от русской кухни. Поэтому я думаю, что очень вкусная. И, конечно, сауна. Это такое привлекает и туристов со всего мира. Их интересует посетить настоящую финскую сауну. И после сауны так приятно рыбаться в воздух. Или чуть-чуть просто заниматься физкультурой. Дышать упакован свежим воздухом. И, конечно, рыбалка. Это очень важная причина для многих приезжих. Например, Кульсайма. Но кроме природы у нас уникальные такие мероприятия. Например, в Микеле у нас музыкальный фестиваль. И туда приезжает каждый год труппа из Санкт-Петербурга. То есть у нас в сфере культуры уже обмен. И в Савулинной крепости у нас ежегодно уже больше ста лет. Идет очень известный оперный фестиваль. И на оперный фестиваль уже посетили труппа из Китая три раза. Им тоже очень понравилось. Да. И вот эта последняя картина иллюстрирует хорошо. Как приятно отдохнуть на оперный фестиваль. Спасибо вам за внимание. И добро пожаловать на сайт. Лучше отец!